Всем привет, с вами Андромалек, сегодня у нас FNAF 4, Bendy, Subway Surfer, Mario Kart, Pixel Gun и Homescapes. Вот эти все игры у нас в сегодняшнем выпуске. Вы можете писать свои оценки, какие игры вы уже играли, что пробовали и какие игры интересные. Ну а мы начинаем по порядку. Значит, начинаем с FNAF. Я не знаю, реклама есть в игре или нет, но я интернет всегда выключаю, и в этой игре у меня сейчас интернет выключен. FNAF 4 самый для меня непонятный, на самом деле. 5, наверное, самый непонятный. О, да, 5 самый непонятный, а этот такой, знаете, иногда повезет, а иногда нет. Поэтому не знаю, что тут будем делать сейчас. Пока что начало звуков максимально громко сделаю. Звуков нету тут, шагов, да, можно расслабиться. Все, что надо делать, это только включать, подождите, включать свет вот здесь, чтобы у нас все здесь хорошо. Ну а пока мы ждем, у нас сегодня спонсор трансляции, это, короче, апельсиновый сок. Напишите в комментах, какой сок у вас самый любимый. Я люблю больше всего яблочный, честно говоря. Ну вот, купил апельсиновый, буду сейчас пробовать. Этот сок сделан, по-моему, в Испании. Да, написано Мадрид. Изготовитель Мадрид, Испания. Что это было? Почему так быстро-то? Я еще даже сок не налил. Давайте еще разочек. Такого не бывает. Что это было? Нельзя находиться в комнате с... А, это, получается, сам Фредди на меня напал. Понимаете, что произошло? То есть я на него смотрел вот так вот. Но он на меня напал. То есть нельзя так делать, надо вот так вот было. Вот здесь вот быть. Так что сейчас вот все нормально будет. Я смогу успеть налить сок. Правда, слева кто-то там сейчас бегал, я слышал. Значит, сока я налил полкружки. Но раз кто-то бегает, значит, наверное, слева, да? И как я услышал, значит, мы должны дверь закрыть, наверное. Или мы посветить должны. Я вот не помню, на самом деле. Напомните мне, когда ты слышишь звук бега, надо светить или дверь закрывать. А, вон я видел сейчас чувака. Кого-то увидел я. И он убежал, когда я посветил. Соответственно, наверное, когда ты слышишь, когда кто-то дышит, тогда надо дверь закрывать. Я так понял. Тогда слушаем сейчас. Вместе со мной может слушать. А, только здесь надо проверять. Видите, уже почти проиграл я. Забываю проверять. Когда делать нечего, надо только Фредди проверять. И это же Фредди, правильно? Справа. Справа. Ну, по ощущениям справа. А в реальности никого не было справа. Неужели слева? А, у меня еще iPad, знаете, наоборот, наверное, стоит сейчас. Получается, справа это слева. Поэтому не факт, что я буду правильно понимать, в какой стороне звук. Потому что у меня, видите, iPad, как бы, это вот это справа сторона, а это слева. А я звук вот здесь слышу. Я не могу понять, какая сторона. Это внизу получается. Если так подумать. Поэтому непонятно вообще. А может быть, вообще нельзя по звуку определить, в какой двери кто-то бегает. Ну, главное, чтобы дыхания не было. Чтобы кто-то у двери не дышал. Тогда все нормально будет. Так, ну что, пока нарчало хорошее. Никаких проблем. Только Фредди проверяем. И все. Ждем звуков. Так. Слышу, как кто-то идет. Может быть, это звук со шкафа, когда кто-то идет. Ладно, тогда дверь закроем. Я не буду светить, потому что звук был другой. Я слышу, как кто-то ходит. Возможно, за этой дверью, а возможно, за правой. Я не могу понять, просто по звуку с какой двери. Ну, сейчас подождем чуть-чуть, и я правую закрою. Звук вилок. Как будто на кухне где-то кто-то. И как он прошел? Я так понимаю, он по центру прошел или что? Напишите, кто знает. Потому что я так никогда в жизни не пройду, если так вот буду делать. Это непонятно реально. Так, он из Бензии, значит. И для него я геймпад буду использовать. А чтобы он у меня без дела не шел, не лежал. Потому что этот геймпад только для iOS. То есть для Apple TV и для iPad. На iPhone, я не знаю, работать или не работать, я на iPhone не играю. Поэтому, ну, чтобы как бы не лежал без дела геймпад, приходится его использовать. Хотя здесь можно и пальцами нормально играть. Значит, где мы там остановились? Так. Где я там остановился? А почему звука нет? Музыка играет где-то. Так, что за дверь? Так, что здесь? Что-то пусто. Я, наверное, все забрал уже здесь. Здесь, возможно, был суп. Много-много банок с супом. Но и не факт. Так, что написано? The Dancing Demon. Танцующий демон. 5 центов стоил билет раньше. Смотрите, видите? Реклама мультфильма. И 5 центов билет. Представьте, 5 центов. Ну, для сравнения, 10 центов это 6 рублей. Вот просто, чтобы представить. 3 рубля или там даже меньше. Это стоимость билета в кино. Вот представьте, какие цены раньше были. Ну, тогда и все дешево было, и зарплаты были маленькие. Все понятно. Ну, просто. Представьте. Так, а нам сюда не надо. Здесь я уже был. Так, вот тут две двери, да? Какая-то из них может откроется? Опа! Свет погас. Только что было там свет. А, пластиночка. Пластиночка. Пластиночка мне нужна. Ну, бери, бери. Бери. Какой кнопкой взять? Мне надо присесть, что ли, или что? Не знаю. Что-то не работало, пришлось пальцем. Геймпад что-то плохо глючит, работает. Так, значит, суп, суп. И, по-моему, здесь больше делать нечего. Идем дальше. Здесь что? Закрыто. Может быть, потом откроется. Скорее всего, убегать с уровня через эту дверь надо будет. Поэтому она закрыта. Когда уже там концовочка будет. Это же первый уровень. Так, смотрим все, чтобы ничего не пропустить. Мне еще много вещей надо искать, поэтому я все подряд присмотрю, чтобы, ну, О-о-о-о, чуть не пропустил. Ну, это суп, он не особо нужен, но можно было пропустить. А, вот сюда придется, наверное, бежать. В экзот. Сюда. Не туда, а сюда, скорее всего. Так, тут тоже все закрыто. Ну, это, типа, главный холл. Вот, главный вход в студию мультфильмов. Нужно вырубить. Ничего это не дает, я уже проверял. Я же проходил игру на PlayStation 4, покупал диск. И даже, по-моему, стрим, да, на прямом эфире, на стриме все проходил. Все записи есть на канале, можно поискать. Напишите «Пэнди Андромалик» и все найдете. Плейлист найдете. Найдете. Все найдете. Здесь вот топор, если появится, наверное, разрубить можно, но топора у меня еще нет. Топор появится чуть позже, я помню, с топором бегал, но топора нет. Опа, чернила нашел. Это нам надо было, это надо было найти. Кстати, почему тут на стул нельзя запрыгнуть? Здесь вроде не высоко, а зачем? О, можно, можно? Ну, можно вот так вот по всем, можно куда-нибудь запрыгнуть, я не знаю, за карту, где разработчики не думали, что вообще кто-то прыгнуть решит. Знаете, глюк какой-нибудь, бак найти. В World of Warcraft часто вот так вот можно прыгать и через крышу наверх выпрыгивать, в текстуру какой-нибудь, или вниз проваливаться. Я помню, сто раз так делал. Но здесь другой движок, здесь по-другому, надо знать места. Может быть, здесь тоже, вот видите, здесь вот. Здесь, короче, если прыгнуться, потом встать, иногда часто просто так и получается, вот здесь вот прыгнулся, зашел до угла. Но здесь просто пригибаться нельзя в этой игре, поэтому не работает такая тема. Встал и типа вверх провалился, ну, через потолок. Ну, ладно, что тут показывать? Я эту игру проходил, если что, плейлист в это, смотрите на моем канале. Так, а я вот хотел, кстати, сабвесерферы поиграть с удовольствием. Без рекламы давайте играть. Сабвесерферы, там вышло пару обновлений какие-то. Сейчас Мексика, да, или что это? Да, это Мексика. Добро пожаловать в Мексику. Тут даже музыка поменялась, извините. За кого будем играть? Бесплатно нельзя, я думал, дали попробовать бы. Так, а бай, это... А, это за реальные деньги, у меня нет интернета, поэтому она цену не показала. И что же будет, если вот у меня нет интернета, и вот мы нажали? Мне вот интересно. Давайте пока попьем сока. Походу надо игру просто перезапускать, да? Ну, или ждать пару минут. Поэтому придется мне все вырубить. Сори, ребята, я не знал. Я не знал, что. Им оказалось, что бесплатно вообще дадут поиграть. Но бесплатно ничего не бывает, вы же знаете. О, за мной Франкенштейн бежит. Прикольно. А я играю за динозавра. Дайно. Чтобы его открыть, по-моему, надо только Facebook законнектить, и он у вас. Так что можете тоже открыть. Персонаж доступен всем, если у вас есть Facebook. Ну, конечно, не у всех есть Facebook. Но, если заведете аккаунт, бесплатно можете получить. Плюс в Facebook, если Facebook, по-моему, присоединится, все сохранения сохраняются. Там, типа в облаке. К Facebook привязываются. Так что это выгодно, если вы удалите игру, или новый телефон у вас будет, или планшет. У вас всегда сохранение будет с собой. Хорошо, что это, по-моему, неплохая идея так сделать. Ну что, давайте посмотрим, какие поезда здесь. Это Мексика. У них же проходит праздник мертвых. Типа 3 или 5 ноября. Вот я не знаю. После Хэллоуина, по-моему, у них праздник мертвых. Типа первое число ноября, вроде как. Но я не уверен, на самом деле. Но как-то всегда совпадает, после Хэллоуина это все у них происходит в Мексике. Поэтому плюс есть мультфильм. Пока называется, или Лока. Лока, по-моему, да? Я его не смотрел просто, но... И он получил Оскар, и там как раз тема была... Про мертвецов. Вот это все дело. Ладно, я врезался. Нечего смотреть, на самом деле. Ничего не поменяли. Я вот хочу вот в это поиграть. Сейчас интернет включу. В Mario Kart. Я, интересно, показывал вам или нет? Вот кто вообще смотрит мой канал? Я показывал вам Mario Kart или нет? Вот я что-то забыл. Ну-ка, напишите мне, пожалуйста. Кто вообще прям внимательный? Именно вот этот Mario Kart на iPad. Я понимаю, что обычный Mario Kart я вам показывал. Но вот мобильный вот этот вот. По-моему, нет. По-моему, не показывал. Так, ну что, здесь новый сезон начался. И надо с нуля играть. Луиджи. Поместье Луиджи. Здесь вот, типа, выбираете более подходящих персонажей под этот уровень. И больше очков получите. Видите, здесь как бы самые крутые персонажи вот эти. Но у меня они закрыты. Берем вот это. Здесь тоже самое. Тачки вот эти крутые. Но у меня их нет. Поэтому берем любую тачку отсюда с максимальным количеством поинтов очков. Вот эта тачка. И вот эта вот. Вот такая у нас комбинация получилась. Вот сколько мы получим за первое место очков. Ну что ж, погнали. Чтобы игру не взламывали, здесь делали так, что все время нужно интернет-соединение, чтобы играть в эту игру. Но мы играем с компьютерами. Мы не играем с реальными игроками. С реальными игроками мы будем играть в ближайшее время. В ноябре выйдет обновление. И тогда мы поиграем. Ну что ж, поехали. Так, какой бонус попадется мне? О, первый это очень крутой бонус. Я просто давить могу всех. Ну я вторым стал, ничего так нормально. Бонус хороший получился. Я был пятым до того, как бонус взял. Хэвэк 28 на первом месте. Возможно, никнейм реального игрока используется, но это не он. То есть мы не в мультиплеере играем. Это просто компьютер, который едет и использует никнейм какого-то персонажа. Кстати, вот этот у меня Mario Kart 7 есть уровень. Вот эта трасса на Nintendo 3DS у меня. Mario Kart 7 на старый Nintendo 3DS XL, который еще не new. У меня была эта игра. Это была игра и была эта трасса. Блин, я оппозицию потерял. Я вот просто ехал, никого не трогал. Видите, у него банан сзади. Когда банан сзади, нет смысла... Нет смысла стрелять. Я сейчас выстрелил и показал вам. Просто в никуда улетела. Улетела панцирь красный, который самонаводящийся. В идеале надо ждать, пока он выбросит банан в какой-то момент. И после этого атаковать. Но он что-то не выбрасывал долгое время. И решил действовать. Кстати, это уже все. Финал. Я четвертым приехал. Не очень хорошо. Но как бы как приехал, так приехал. Ну, видите, какая прикольная игра, на самом деле. Вот сейчас очки мы нам насчитают. Здесь можно от одной до трех звезд получить. Звезды открывают новые уровни. Новые состязания. Мне все звезды дали. Потому что это первая трасса для новичков. Если кто-то только скачал игру, чтобы они сразу как-то могли дальше новый уровень открыть. А то сложно для новичков. Все дела. Челлендж еще какой-то ежедневный вон идет. И прочее. Здесь можно купить, паки открывать и прочее. То есть разберетесь. В общем, классная игра. А мы идем дальше. У нас Pixel Gun 3D. Pixel Gun 3D. Батл Рояль, наверное, сейчас сыграем. В команде. В команде. Выпрыгну вместе с командой. Попробую, по крайней мере. И попробуем выжить вместе. Помогать друг другу. Но, как правило, они прыгают просто в этой игре. Ну, случайно. Один в одну сторону, другой в другую. И мы, как правило, по отдельности умираем. Но если вместе собраться командой, это будет хорошее преимущество. Так, ладно, поехали. Трейдер этот мне не нужен. Поехали. Так, значит, что нажимать? Бэтл Рояль нажимаем. Значит, большую карту, наверное, возьмем. Или маленькую. Не, маленькой никогда не хватает оружия мне. Там вообще очень мало оружия. Я ненавижу эту карту. Там, короче, кто первый прыгнет вниз, ну, кто выпрыгивает первым, тот, по сути, и выигрывает. Если ты замешкался, медленно падаешь, ты, как правило, приземлишься, уже оружия не будет. Ничего будет стрелять. Поэтому вот такие дела. Ну что ж, загрузка идет. Сейчас 40 человек у нас будет. 39. 39 человек. В команде по 4 человека всегда было. Да, вот видите, я и еще 3 игрока. Соответственно, 4 у меня. В какой-то команде будет 3 игрока, потому что 39, а не 40. Кому-то не достанется. Смотрим сразу назад, когда они прыгают, мы видим. Вот они прыгнули, все трое, да? И мы попробуем как-то приземлиться поближе к ним. Вот смотрим, сколько до них. 180 метров. Вот куда-то они сюда летят. Оранжевый ниже намного, а вот тот еще летит далеко, зеленый. И сейчас мы тут не одни будем. Вот кто-то чувак еще летит. Короче, мы тут будем сражаться, сражаться. Я хочу с кем-то. Я вот просто буду преследовать нашего напарника. Убьют его, не убьют. Мне все равно. Есть тут оружие? Нет, я буду вот тусить с ним. У него, видите, косточки еще какие-то. Видимо, этот чувак задонатил или что-то открыл крутое. Я не знаю, куда он приземлился, если честно. Здесь нифига нету. А это что такое? Подождите. Какие-то типа зомби в городе или что? Я просто такого не видел. Так. Я взял, значит... Так, у меня есть пушка. Это тоже хорошо. И у меня есть защита 100. Это очень круто. Прям защиты 100. Это очень сложно убить. Но если тут какие-то пушки, все равно в голову попадаешь, даже защиты, по-моему, убиваешь. То есть такая вот тема. Здесь в этом доме кто-то есть. Кто-то есть. И мы будем... Вон он. Он на первом этаже был. Он каким-то электричеством меня пытается. У него вроде оружие круче. Я его убил. Чувак мне типа помог. Так, перезарядка здесь. Я, извиняюсь, не играл. Забыл, где кнопочки. Вернее, на Блустэк сыграл. Там кнопки по-другому находятся. Все по-другому. Так, значит, кто-то ходит. Кто-то ходит. Это его напарник, скорее всего. Пришел. Где он? Пришел спасать его. Вон он. А не, он убежал. Этот чувак просто мимо пробегал. Так, ну что? У нас напарники все живы. У одного мало здоровья только. Зона вот здесь начинается. Мы сейчас в зону бежим. Там мы видим, что очень много врагов. И мы, скорее всего, здесь и подохнем. Эти чуваки в тачку садятся? Или они атакуют тачку? Я не могу понять, что здесь происходит, честно говоря. Я не понимаю этого оружия. Это было крутое оружие. Я по нему попал пару раз. И все равно не убил? Напарника моего убьют, наверное, да? Хотя нет, может он сейчас справится. Можно за команду сейчас смотреть, когда мы умираем. Или нельзя? На андроиде в Блустексе я видел своих напарников. Это мой напарник или нет? Хэппи Фалкон. Да, это вроде моя команда. Или нет? Вроде все живы еще. Я только единственный умер. Как этот чувак еще не умер? Вот этот, он позади меня был. Он, походу, всех убил. Надо бы тоже сзади стоять и не идти. Я просто думал, у меня крутая пушка. Типа я убью. Но не повезло, ладно. Homescapes. Классная игра. Сейчас хочу поиграть в нее. Прямо, прям, прям хочу. Прямо хочу. Прямо от души хочу. Так, вот здесь реально сложно. Вот здесь надо будет думать. Потому что здесь какие-то уровни бывают. Прямо с первого раза, со второго не пройдешь. Ну реально. Вот это самое сложное. Если хотите сложность, вот эта игра посложнее 3 в ряд. Так, это бонус. Мне он не нужен. 18 уровень, поехали. Потом будем строить там в доме что-нибудь. Нам клаценту звезды надо зарабатывать. Доноты. 3 пончика. Их надо вниз опустить. Хорошо. Сейчас будем думать. Так, как же начать нам? Давайте вот так. Хоп, этот пончик сразу на 3 вниз. Хорошо. Хорошее начало. Оп, еще 2 пончика. Нормально. Так, тут уже я прям явных ходов не вижу. Прямо таких хороших. Я просто нижние всегда ходы смотрю. Вот, вот этот хороший ход. А дальше тут уже как-то уныло становится. Может здесь что-то сделаем? О, вот здесь нормально. Этот пончик тоже падает. У нас сколько ходов? 13 ходов. Не так много на самом деле. Музыка очень классная прям. На самом деле, вот в этой, в 3, в ряд половина всего успеха это музыка и визуальное оформление. Вот реально, если что-то не то, уже не то. Не интересно играть. А вот в этой игре все прям шикарно сделано. Блин, я что-то вот... А, вот, вот хороший ход сейчас будет вот так. Я просто думал, что это застрял я, но вот сразу все пошло нормально. Может, не надо было так двигать его? Может быть, это ошибочка была? Ну, реально сложная игра. Смотрите, у меня 8 ходов. 8 ходов, у меня ничего пока нету вариантов, как вообще что-то сделать. Так, раз, и вот сюда еще надо что-то сделать, и я пройду. Но 3 хода, 3 хода, ребята, 3 хода. О, вот эта штука, она все взорвет. Вот, но мне нужно что взорвать? Мне нужно синее взорвать. А синего нету, синего вот она. Поэтому что можно придумать? А, вот это что-то за штука, синяя. А, окей, вот, повезло, самолетик какой-то был. А так один ход всего остался, можно было проиграть. А этого чувака Остин зовут, насколько я помню. Артур или Остин? Ну, Остин, Остин, скорее всего Остин. Артур, потому что, ну, не такое имя прям популярное в Америке. А это все-таки Остин, это в Техасе есть город такой, там Формула-1 проходит, поэтому я знаю этот город. Остин. А Устин пишется. А Юстин, вот так. У нас тут есть, как бы, прислуга уже. Вот мы, например, кофеек пьем, сидим тут, книжечки тут. Это все было, как бы. Здесь, как бы, в этой части часто надо что-то ремонтировать. Что-то какая-то комната, там сломался туалет, надо что-то поремонтировать. Ну да, что-то обновить тут надо. Так, а где наши задания? Что мне надо делать? Вот это, наверное, нажать, да? Start new day. Начать новый день. Хорошо, начинаем новый день. Оп. Сейчас что-то произойдет. Начнется следующий день, что-то, что-то надо будет делать дальше. О, попугаечки есть. Горджиус. Я надеюсь, мои родители поняли, насколько важен этот дом для меня. Это вот его родители приехали к нему. Они помогают тут. Это Оливия. Остин, дарлин, time to wake up. Остин, пора просыпаться. Видите, правильно я сказал? Остин. Ой, пожалуйста, еще пять минут. Нет, нету больше времени. Пора уже, короче. Пора работать. Все, просыпайся, Остин. Все, не буду ничего смотреть. Просто просыпайся и все. Пора, пора уже дальше ремонтировать. Нам следующую комнату тут приводить все в порядок. Так, а родители исчезли куда-то? Они уехали или что? Я что-то не понял. Наверное, они уезжали. Они будут потом еще приезжать, я думаю. Либо они в другой комнате сейчас что-то нам скажут. Эй, иди сюда, сынок. Сынок, у нас тут что-то проблема. Давай будем ремонтировать. Ага, надо... Что? Какое задание? Поменять... Устаревшая мебель здесь, вот следующий уровень пройдем. Но тут надо два уровня пройти, потому что... А нет, одна звезда. Хотя 0 из 2 написано. Вначале, наверное, мы диван поменяем, потом мы с кресла отдельно. Это типа два задания в одном. В общем, вот такая вот классная, няшная, прикольная игра. Так что вот такие дела. Рекомендую всем. Рекомендую. Ну, а для тех, кто досмотрел до конца, у нас сейчас будет кодовое слово и игры, которые вы увидите в следующем выпуске. Через день. Не завтра, а вот через день у меня выход запланирован этого ролика. Значит, секретное слово... Только никого не говорите. Бургер. Все. Пишите бургер. Это значит, что вы досмотрели до конца. Это будет секретное слово. Никто не будет знать, зачем вы это пишете, если они не досмотрели до конца. Вы будете тупо писать бургер, бургер, бургер. А люди, которые не смотрят до конца, они не поймут, что это такое. В общем, вот такая фишечка. Я придумал ее. В общем, спасибо, что смотрели. С вами был Андермалик. Подписывайтесь. Там колокольчик и лайк, если хотите еще больше таких роликов. По 6 игр, где я сделаю небольшие обзоры, играю, наслаждаюсь и рассказываю вам про игры. Все. Пока-пока. Увидимся. Все. Пью за ваше здоровье. Сок. Пока.